7 марта в Большом зале Дворца культуры «Спартак» прошло торжественное собрание актива города, посвященное празднованию Международного женского дня. Среди приглашенных были представительницы слабого пола, трудовых коллективов, муниципальных, республиканских и федеральных учреждений. С приветственным словом перед собравшимися выступил глава города Зайнудин Акмазов. Мы собрались перед Большим праздником Международного женского днём 8 марта. Женщины в городе всегда и ныне занимали ведущие места в системе образования, здравоохранения, социальной сфере, а теперь им бизнес. Они опережают мужчин во всех делах. Я хочу отцепить и поздравить вас всех, от имени администрации и собраний депутатов города с этим праздником благополучия вам, добра, света и радости. С праздником вас всех! От лица всех сотрудников полиции председатель Совета ветеранов правоохранительных органов Зайбудин Амаров выразил признательность и благодарность за каждодневный труд женщинам города в сохранении таких жизненных ценностей, как семья, дети, забота о старшем поколении. Женщина, это звучит гордо. Она мать, она помощница нашим мужчинам. Она любую минуту встанет рядом с мужчинами и на своих крупных плечах поднимает любой груз, который наваливается на вас. Трудные минуты для нашей родины. В родину обращается женщина, мать родины. Вы красивые, умные. Я обращаюсь, пользуясь случаем, к мужчинам Вагестана, нашей страны. Цените труд женщинам. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Макох о своём выступлении пожелал присутствующим в зале «Дамам светлой и красивой жизни, семейного согласия, любви и уважения родных и близких». Любимые мои, самые красивые, самые голодящие, самые неповторимые. Поздравляю вас с этим праздником. И к мужчинам тоже зачем обратиться. Что касается красивых, надо их искать в России. Ни Париж, ни Бухарест не дадут таких нерест. Что до умных и пригожих, до моих ищите тоже. Умных, смелых, боевых и во всём пиновых. За активную общественную деятельность, трудовые успехи и в честь праздника 8 марта почётными грамотами были отмечены представительницы прекрасной половины человечества среди коллективов медицинских, социальных, образовательных учреждений, предприятий и организаций. «Почётная и грамотой награждается Закаева Женет Алимхановна, хроновщица Хасыртовского завода железобетонных изделий. Почётная и грамотой награждается Ибрагимова Альбина Исаевна, специалист по социальной политике реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. «Почётная и грамотой награждается Ярмоленко Лариса Владимировна, корректор газеты «Объединённая редакция газеты «Дружба».» В торжественной части для всех гостей мероприятия был организован концерт, подготовленный творческими коллективами Дворца культуры «Спартак». «Почётная и грамотой награждается Ярмоленко Лариса Владимировна, спасибо за верность тебе». Тебе, моя мама, спасибо за ласку, за доброе сердце, спасибо тебе. Ты моя мама, ты моя мама.